В Америке есть такая культура принимания таблеток. Здесь абсолютно нормальным считается такой горсть таблеток в течение дня выпивать, и на это никто не смотрит с осуждением. Считается это абсолютно нормальным, как часть нормального здорового образа жизни. И из этого делается огромная-огромная индустрия. Практически каждый уличный наркотик в немного измененной формуле продается в аптеке под разными предлогами. Как правило, антидепрессант. То есть, если вам тоскливо, если вам уныло, если у вас пропала жажда к жизни, пожалуйста, вам на выбор целый ряд таблеток, которые сразу придаст вам энтузиазма, активности и так далее. Но все это не проходит бесследно. Я работал финансовым аналитиком в крупнейшей в мире корпорации, которая занимается рекламой продуктов здравоохранения. У нас было больше 100 офисов по всему миру, и мы их контролировали отсюда, из Нью-Йорка. И я как бы изнутри увидел, как работает система здравоохранения, вообще мировая. И какие приоритеты. Я, конечно, ужаснулся. Объем денег, который проходит через эту систему, просто невероятен. Те заявления о безопасности лекарств, которые нам даются, они совершенно условные. Проводятся там двухнедельные тесты на мышках и все. У меня лично, меня это касается, потому что у меня супруга долгое время доверяла врачам и сидела на разного рода антидепрессантах, на видоизмененных метамфетаминах, которые абсолютно здесь рекламируют на каждом углу как безопасные лекарства. За последние 2,5 года мы полностью избавили ее от зависимости к этим лекарствам, но это далось очень дорогой ценой. И я за это время исследовал большое количество людей и их опыт избавления от зависимости от таких медицинских препаратов. И очень страшный эффект это оказывает. Родился в Ставрополье 31 год назад, потом закончил юрфак и сразу уехал в Штаты учиться в бизнес-школе. Получил MBA в финансовом управлении и остался работать в Манхэттене финансовым аналитиком. И после пары лет работы в офисе увидел, насколько это угнетающее дело для моего здоровья и эмоционального состояния. И начал заниматься спортом и резко сменил диету с обычной нашей российской на сыроедную, то есть веганско-сыроедную диету. Я ем только сырые продукты растительного происхождения, неприготовленные, то есть фрукты и зелень. Я чувствую, что это работает, что это оптимальное питание для организма и я подвергаю таким очень жестким испытаниям. Я участвую в сверхмарафонских забегах по 160 километров, по горам, где бежишь 20, 30, 40 часов только с короткими остановками. И я чувствую, что это работает.